всем привет да всем привет меня зовут андрей у нас сегодня олег вознесенский газпромбанка и мы категорически приветствуем всех на девопсе олег о чем там все не расскажешь я расскажу нам про фича окружения звучит интересно наверняка у много кого такая проблема возникает и сразу предупрежу наших зрителей ребят если у вас процессе доклада какие-то возникают вопросы вы хотите чтобы спикер на них ответил потом в конце или же просто у вас возникло некоторое недопонимание обязательно пишите в чат я буду следить и потом самые интересные как мне кажется вопросы я сдам нашему спикеру в конце либо в процессе доклада и или же мы обсудим их в конце уже в дискуссионной комнате звучит классно да и олег прежде чем мы начнем я вот хотел у тебя спросить ты в описании в своем профиле написала что последние семь лет ты себя скажем так идентифицируешь как девопс место интересно а вообще как и почему ты к этому пришел ну в девопс я пришел из системных администраторов я очень долгое время был системным администратором банки в местном машиностроительном предприятии внедрялся и в какое-то время у меня была ачивка стать программистом и я устроился в банковской информационной системы разработчиком абс бисквит это ну как бы топ-4 по рынку абс в россии вот и это было ну на самом деле достаточно скучно это было это был enterprise скучный enterprise кучей legacy очень как бы такая специфичная платформа знания по которой вряд ли можно было продать в россии и какое-то время я понял через какое-то думать куда уйти и вот как раз тогда был подъем девопс культуры только-только начинался и вот судя по описаниям культуры судя по описаниям методологии это выглядело очень перспективно и таким образом я удовлетворил с одной стороны свое желание стать стать системным администратором вернуться в какой-то степени к системным администрированием плюс писать код то есть ты почувствовал что будет хайп и сразу ну не то чтобы хайп но перспективы безусловно перспективы подхода были видны и как тебе нравится да я балдею вот это очень интересно тут когнитивная сложность примерно как в программировании и задачи но ты близко к инфраструктуре ты решаешь реальные проблемы ты видишь как ты решаешь проблемы как они вот идут от тебя к народу решения в смысле звучит очень круто что же я думаю ты всех заинтриговал наших зрителей мы можем уже приступить непосредственно к саму докладу да давайте приступим итак я олег из газпромбанка и сегодня буду я буду рассказывать про фичи окружения но сперва пару слов про газпромбанк газпромбанк это действительно большая корпорация с мощнейшим айти там много разных интересных энтерпрайзных дорогих игрушек где в центре инновации человек сотрудник в общем приходите к нам у нас есть печенки все такое прочее поговорим про фичи окружения что такое фичи окружения вообще я слышал много названий для фичи окружения кто-то называет их фича кто-то ревью кто-то превью но суть этого паттерна в следующем у нас есть программист который пишет код этот код он комитет в гид в какую-то определенную веточку из этой веточки собирается артефакт который доставляется в инфраструктуру предприятия на в общем инфраструктуру предприятия в специально созданная под этот артефакт окружения да и это окружение сразу же доступно во первых разработчику во вторых его коллегам ну возможно ки-специалистам или постановщиком задачи вот для чего это вообще нужно традиционно сложилось так что наши программисты разрабатывают локально на машинах и вот эта проблема work on my machine она в какой-то степени породила докер программисты очень любят разрабатывать локально и они любят что-то менять в этом процессе разработки но это ведет за собой кучу проблем то есть одного докера для исправления проблемы works on my machine недостаточно у нас есть твилл фактор в которых целый один десятый фактор посвящен тому посвящен рекомендации держать ваши окружение там разработки стейджинга продакшен как можно более близкими это аргументируется тем что при переносии с одной технологической базы на другую у нас все-таки могут возникать проблемы как городе проблемы допустим на программисты у нас заработчики у нас разрабатывают локально при помощи докер phrase production of губернес и соответственно мы переносим с докер а пуска 1933 нашей разработки во первых программисты постоянно забывают про то что мы масштабируем приложения при помощи процессов то есть наши приложения обычно работает в нескольких экземплярах. И частенько возникают ситуации, когда прибегают программисты и говорят, «Ребят, у нас плавающая проблема. Смотрите, мы сделали новую ручку в нашем IP для изменения уровня логирования». И вот на продакшене, когда мы ее дергаем, дебаг включается, ну, дай бог, для одной пятой входящих запросов. А на дебе работает все нормально. Я не знаю, возможно, мы сталкиваемся с чем-то подобным. Далее. Разница в организации инфраструктуры прохождения трафика. Это может выливаться в проблемы с сетевыми соединениями, в проблемы с исчезновениями HTTP-хеддеров и прочее-прочее. Например, веб-сокеты в Docker Campus работают нормально, без проблем. Но если у нас кубернетес в облаке с ингрессом, с облачным лот-балансером, вы гарантированно без дополнительных настроек поймаете проблемы и нестабильную работу без настроек совершенно стикленности. Далее. Если вы используете две системы деплоя, две инфраструктурные системы, то вам нужно поддерживать деплой в них параллельно. То есть изменения инфраструктуры случаются достаточно часто. И вам в данном конкретном случае не получится просто взять и перенести с одной системы в другую. Вам нужно будет перевести из терминов одной системы деплоя в термины другой. Это часто достаточно сложная задача. Потом. У нас есть сложности с зависимыми сервисами. Наше приложение работает не одно в вакууме. Ему, как правило, нужны SQL-базы данных, очереди, какие-то связанные микросервисы, возможно. И я встречался с компаниями, в которых программисты от полутора до двух недель новое занимаются настройкой рабочего окружения, просто чтобы начать разработку. И это сложности с поддержкой ПК-разработчиков. Кто-то у нас разрабатывает на Винде, у кого-то макбуки, которые бывают нескольких генераций. Кто-то работает на Ubuntu, кто-то вообще поднял кластер на RapsBriPI, Kubernetes, и пытается что-то там делать. И это превращается в эксплуатационный ад. И вот эта вот фича, один кластер для разработки на всю компанию и фича окружения, они помогают в значительной степени решить вот эту вот проблему. Окей, разобрались. Допустим, я убедил вас в необходимости использования фича окружений. И для того, чтобы раскрыть, каким образом мы можем лучше с ними работать, я сделал небольшой план. Начнем мы с описания стека. Поговорим про методик ветвления. Обсудим, как создавать, кастомизировать окружение, каким образом грузить тестовые данные. Затронем тему мультирепозиториев. Потом поговорим, что делать, когда мы задеплоили наше окружение, как с ним работать вообще, и каким образом чистить. Погнали. Описание стека. Описание стека я вынес в название доклада. Почему? Наши фичи окружения – это как бы динамические, короткоживущие, очень гибкие штуки. И наша базовая платформа, она должна поддерживать вот эту вот гибкость. И за счет поддерживаемой этой гибкости она должна минимизировать, во-первых, затраты по инфраструктуре на создание фичи окружения. Во-вторых, трудозатраты. То есть, в принципе, фичи окружения можно делать на другом стеке, но в моем докладе используется специфичная для вот этих вот инструментов фичи. И, возможно, на другом стеке вам что-то придется делать самостоятельно, возможно, даже с нуля. Окей, поговорим про методику ветвления. Вообще, вот в этом пункте я хотел обсудить, какие бывают методики ветвления, каким образом натянуть их на свой бизнес-процесс или каким образом даже самостоятельно сделать методику ветвления, которая покрывала свой бизнес-процесс, что там нужно предусмотреть. Но время у нас ограничено, это все-таки выбивается за рамки нашего обсуждения. Поэтому я хотел бы здесь оставить вывод, который я из всего этого хотел сделать. Да, если вы хотите фичи окружения, то вам нужны фичи-бранчи. То есть включите в вашу методику ветвления разработку через фичи-бранчи. Идем дальше. Поговорим про создание окружения. Допустим, мы договорились про методику ветвления. Мы знаем, с какого бранча собирать наши фичи окружения. И прежде всего, с чего мы должны начать, это с описания билда. Сейчас будет много GitLab CI. Ну, вообще, GitLab CI. GitLab – это пайплайны как код. То есть CI описывается в YAML-файлах, которые содержатся в том же репозитории, что код вашего приложения, и фактически является частью кода вашего приложения. Это очень дисциплинирует, делает CI-процессы прозрачными. Вот это большое достижение GitLab, на мой взгляд. Большой плюс. Итак, здесь описан степ билда нашего артефакта. Что мы здесь можем видеть? Мы можем видеть, что при помощи конструкции Conley этот степ запускается только для определенных веток, которые начинаются на фича. И здесь есть один нюанс. Accept Merge Request. То есть, когда вы пушите в Git-репозиторию веточку и создаете сразу же на нее Merge Request, возможно, чтобы показать диф вашим коллегам, то GitLab начинает запускать сразу два пайплайна. На фича ветку и на Merge Request. При помощи конструкции Accept мы можем это исправить, убрать это дублирование. Далее. Before Script. Before Script – это фактически shell-скрипт на вашем раннере, который запускается до основного скрипта. И здесь, как мы видим, делается подготовка инфраструктуры, логин в Docker Registry. И в этот логин передается два ключа. Две какие-то переменные окружения с логином, пасвордом. И они сохранены на самом деле в GitLab. То есть GitLab имеет хранилище секретных данных. Вы там можете хранить какие-то переменные, сенситивные данные, которые не можете положить в Git. И на самом деле это достаточно хороший, достаточно полезный механизм. Далее. Docker Login идет у нас в Docker Registry, в котором описаны перемены в глобальных переменных GitLab. Кроме того, у нас в глобальных переменах описан имиджнейм, который передается в Docker Build, Docker Push. И этот имиджнейм составляется на базе Docker Registry, определенного у нас чуть выше, и некоторого количества стандартных переменных, которые предоставляет нам GitLab с информацией о нашем репозитории, project name, нашей ветке, commit refslag, и хэш нашего коммита. Именно вот этот механизм динамических переменных, который характеризует наше начальное условие, позволяет нам делать вот эту динамику при сборке артефакта, который мы можем использовать для создания фичи окружений. Надо сказать, что GitLab лидирует по набору переменных, характеризующих pipeline. Далее, стейдж деплоя нашего фича окружения. Что мы здесь видим? Мы видим здесь, что стейдж сделан на базе Helm Package Manager. У нас все деплоится Helm. Что этот стейдж запускается ровно для тех же веток, что и прошлый стейдж. Далее тут указана секция Environment. И Environment – это механизм GitLab, который встроен в CI и в веб-интерфейс, который очень полезный. То есть я буду к нему возвращаться, буду его описывать. Это механизм для трекинга environment. Но пока просто пройдемся по его настройкам. Итак, здесь у нас имя окружения, которое составляется из имени ветки нашей. И на базе имени окружения, во-первых, оно передается в деплой. Во-вторых, на базе этого окружения у нас создается имя, на котором мы хотим видеть это окружение. То есть у нас есть DomainTest Company.ru. На нем заведен Wildcard учетная запись, Wildcard DNS-а запись. И вот эти динамически сгенерированные имена environment мы можем подставлять. И вот на этой DNS-записи, которая ведет наш ингресс, мы можем иметь любое количество нашей динамической фичи окружений. Идем дальше. В деплой передается название namespace, которое формируется в переменных на stage-же из имени проекта и имени ветки. Универсальный подход, хорошая гибкость. Далее URL, который мы сформировали в имени environment, мы передаем в наш деплой. Далее мы передаем сюда имидж-нейм, который мы формируем в глобальных переменных пайплайна и который собрали на прошлом степе. Плюс мы передаем URL-пайплайна. Это на самом деле моя хорошая практика. То есть я люблю, когда задеплоенные в Kubernetes объекты имеют в своих аннотациях пайплайн. URL-пайплайна, это очень обличает дебаг. Сюда я добавил просто, чтобы показать универсальность, показать богатство стандартных переменных GitLab. Кроме того, здесь включен трекинг выката. То есть вот с этими двумя ключами Helm дождется, когда наш релиз задеплоится. То есть программист будет знать, во-первых, что его код нормально выкатывается, во-вторых, он не сможет смежить свой код в рабочие ветки, если он будет что-то ломать. И когда мы вызовем вот этот вот стейдж деплоя, у нас в веб-интерфейсе GitLab в списке environment появится наша фича окружения, и мы можем его видеть, сможем с ним работать. Поговорим о кастомизации окружений. На самом деле окружения, фича, они должны быть похожи на продавые окружения, но они не должны быть идентичны. Что я имею в виду? Во-первых, сервисы персистентных данных, базы данных, очереди. В продакшен они могут быть сделаны на выделенных серверах, допустим, на облачных сервисах, например, дейтабейсы за сервис. В фича-энвайрометах мы можем создавать их прямо в кубернетес. Это будет, ну, как бы менее стабильно, менее нагрузоустойчиво, но в рамках тестирования это лучший вариант. Да, это будет занимать меньше ресурсов инфраструктуры нашей. Далее. Окружения наши могут отличаться по ресурсам. Если в продакшен мы можем выделять полноценные лимиты реквеста ресурсов, то на фич окружения только для того, чтобы они просто запустились. Наши фич окружения не будут нагрушенными. И вот такая вот и подобная разница как раз делается на этапе кастомизации окружения. И кастомизация окружения я делаю на базе Helm Package Manager. Я сейчас расскажу про необходимое и достаточное количество фичей Helm Package Manager, которые нужно использовать. И начнем мы с использования переменных. То есть вот наш стейдж деплоя. Мы передали туда URL. Каким образом нам задеплоить наш фич окружения на этот URL? Мы можем использовать переменную, которую мы переопределили при вызове деплоя, в тексте ингресса нашего фич окружения. То есть values global CI URL. Вот сюда вот потянется URL, который мы передали. И, соответственно, наш фич окружения встанет на этот URL. Далее. Ровно то же самое делаем с имиджнеймом. Передаем имиджнейм в global имиджнейм и используем эту переменную в наших деплоементах, стейфлсетах или где вообще нужно использовать имиджнеймы. Идем дальше. Использование условий. Для чего это может быть нужно? Мы передали имя окружения в наш деплое, в переменную global.env. А далее мы анализируем ее. И вот в данном конкретном примере, если наше окружение начинается на слово фича, то тогда мы включаем в релиз код от конструкции if до конструкции end, в котором у нас находится описание стейфлсета PostgreSQL. Таким образом, мы как раз добиваемся создания инфраструктурных сервисов для фич окружений через анализ имени окружения. Далее. Чуточку более сложный пример с проставлением лимитов ресурсов, с проставлением ресурсов, да, реквестов и лимитов. Здесь, в зависимости от имени приложения, если это продакшн, мы делаем полные реквесты и лимиты. Если это стейдж, мы делаем половинчатые. Если это фич окружения, мы делаем по минимуму. Таким образом, мы в том числе экономим ресурсы наши. И использование сабчартов. Использование сабчартов – это, наверное, продвинутый вопрос использования хилма. Да, я это привел к тому, что мне очень нравится через сабчарты подключать, как раз делать вот эти вот инфраструктурные сервисы. То есть вот таким вот образом мы можем подключать сабчарты. И если у вас много микросервисов, вы можете сделать репозиторий с какими-то типовыми инфраструктурными сервисами, подключать их сабчартами и таким образом минимизировать количество кода. Вообще, использование Helm Package Manager – это достаточно большой вопрос, достаточно большая тема некоторое время назад. Я делал по ней доклад. Желающие могут загуглить название моего доклада, либо воспользоваться ссылками, которые я здесь привел. Ссылка на эту презентацию будет на последнем слайде. Окей, идем дальше. Тестовые данные. Вот мы задеплоили наше тестовое окружение, но без тестовых данных, без пользователей, паролей, каких-то данных, на которые мы можем прогнать наши тесты, оно практически бесполезно. Каким образом мы можем обеспечить тестовые данные в нашей фич-окружении? Прежде всего, мы можем сделать это при помощи миграции и фикстур. Ну, миграция, я бы не сказал, что это относится именно к накату тестовых данных. Это скорее стандартное средство для поддержки актуальности базы данных, для приведения ее структуры в соответствии с потребностями нашего кода. Но фикстуры – это точно такой же программный скрипт, который наполняет нашу базу с созданной структурой тестовыми данными. Поэтому я считаю, что это достаточно близкие вещи, достаточно близкая вещь. В принципе, не многие ими озадачиваются, потому что это дополнительная нагрузка на программистов, дополнительная работа. Но каким образом мы можем их применять, если они у нас есть? В Helm есть так называемые lifecycle hooks, то есть во время процесса выката нашего релиза Helm может на каких-то этапах релиза создавать или удалять примитивы в Kubernetes. Для чего это… как мы можем это использовать? Вот это вот Kubernetes Job, которая накатывает наши миграции. Да, Kubernetes Job – это средство для создания пода в Kubernetes, и средство удостоверится, что под отработал нормально. Путем добавления вот таких вот аннотаций мы можем сказать Helm, что вот этого Job мы хотим создавать после инсталляции релиза или перед его апгрейдом. Почему после инсталляции? Потому что до инсталляции у нас еще нет базы данных в Kubernetes. Да, она как раз после инсталляции релиза появляется. Соответственно, нам не на что накатывать. Миграции, вот, преапгрейд, потому что новый код, как правило, хочет новую структуру баз данных, он часто падает, если чего-то не находит в базе. Поэтому хотелось бы, чтобы код запускался на базе с новой структурой, поэтому преапгрейд. Следующая, восьмая строчка – это вес хука. Таким образом, мы можем ранжировать запуск хуков. Допустим, пятым хуком мы можем накатить миграции, десятым хуком мы можем прогнать фикстуры. И delete policy – это способ почистить за собой. То есть в обычной жизни нам эта джаба не нужна, поэтому после того, как хук завершился, как под прошел, хелм почистит, все это дело удалит. Далее. Специальные стейджи в CI-системе. Вот пример такого стейджа. На что здесь мы можем обратить внимание? Прежде всего, этот стейдж запускается вручную. То есть это необязательный стейдж, который висит в описании нашего пайплайна. И он не работает, пока программист не зайдет в веб-интерфейс GitLab и не кликнет на кнопочку, которая соответствует запуску этого стейджа. Дальше. В этом стейдже запускается какой-то хелм чартик отдельный. И вот в этом хелм чарте всего один джоб, который аналогичен накату миграции, только там работает, допустим, bash скрипт, 10 строк, который скачивает дамп базы данных и накатывает его на текущую базу данных. Я думаю, такой скриптик может написать любой. Это тривиальная задача. И этот релиз, этот джоба запускается в неймспейсе, имя которого формируется по правилам, аналогичным нашему фича окружению. То есть это запускается в неймспейс фича окружения. И обращаясь к сервису PostgreSQL, наша джоба, под наши джобы попадает именно на ту базу данных, которая нам нужна. Кроме того, почему, собственно говоря, здесь используется хелм, почему не применяется ямлик через куб CTL? Это трекинг релиза. То есть благодаря вот этим вот ключам хелм отследит накат, подик наката нашего дампа и даст программисту понятие, накатился дамп или не накатился, чтобы, ну, возможно, если вдруг какой-то сбой наката дампа был, программист не думал, это у него код плохой или структура базы плохая. Таким вот образом. И в авторскрипте, автоскрипте после выполнения основного скрипта, здесь чистка нашего неймспейсика. Ну, то есть мы почищаем за собой, нечего разводить мусор. Вот. И следующий момент, каким образом мы можем давать тестовые данные нашим фича окружениям, это специальные докеримиджи. Например, мы можем создать докеримидж, в котором уже будет база данных для, ну, допустим, PostgreSQL с нужными данными. Я делал подобную схему для одного большого интернет-магазина, торгующего инструментами. Там был PostgreSQL, ну, на тот момент, в 120 гигов. Мой докерфайл скачивал имидж, последний продавал имидж, раскатывал его в базу данных на файловой системе докеримиджа и офисцировал данные, и пушил его как лейтест в докер-регистри. Таким образом, когда приходил первый программист и хотел запустить свою фичу окружения, он, возможно, сдал чуточку дольше, чем нужно. Да, но остальные программисты за счет механизма Copy-on-Write, докера за счет слоев, они получали инстансы базы данных быстрее. Да, там был как бы Node-selector, который все базы данных сгонял на один сервер для фича окружения. То есть, ну, такой способ достаточно хорош, достаточно функционален. Вопрос. Каким образом мы можем делать такие докер-имиджи по расписанию? У нас в GitLab есть возможность запускать так называемые шедлит-пайплайн с запланированной пайплайной. Здесь мы можем указывать в формате crontab расписание, по которому мы можем запускать пайплайны в репозитории в проекте. Мы можем указывать веточку, с которого их запускать, и мы можем указывать некоторое количество переменных для того, чтобы кастомизировать наш пайплайн. Но для того, чтобы наш CI работал для запланированных пайплайнов, мы должны сделать специальный стейдж. И этот стейдж будет запускаться, если мы в секции only выберем shadows, только зашедуленные пайплайны. Ну, здесь как бы все тривиально. Идет сборка докер-имиджа, push latest. Докер-имиджа, я думаю, это не стоит пояснять дополнительно. Окей, идем дальше. Мульти-репозитории. Очень часто бывает, что наше приложение работает не одно. Да, ну, классический пример – это frontend и backend, когда frontend без backend не работает, и нам хотелось бы катить их вместе. Кроме того, у нас набирает мульти-микросервисная архитектура, популярность, да, и часто нам нужно катить наш микросервис, который мы разрабатываем, плюс парочку связанных, благодаря которым мы тестируем функционал нашего микросервиса, или без которых он не запускается. Допустим, каким образом мы можем это делать? Стандартный подход, да, каким образом это решают конкретно программисты, это так называемые mock-сервисы. То есть это какие-то заглушки, которые дают очень базовые ответы, просто чтобы, ну, как бы наш сервис мог проверить какой-то базовый функционал. Создание mock-сервисов часто бывает достаточно трудоемкой вещью, поэтому этот вариант, ну, наверное, не самый лучший. Каким образом мы можем делать это еще? При помощи GitLab API. То есть вот наш стейдж деплоя, допустим, это деплой микросервиса, и нам нужно задеплоить связанный микросервис. Мы добавляем сюда AfterScript. Так, тут получается очень мелко. Давайте я увеличу и посмотрим, что в этом скрипте. В этом скрипте вызов URL, который соответствует API проекта нашего микросервиса. Да, далее тут авторизация через CI-токен, который получен для технической учетной записи, который имеет доступ к этому репозиторию. Далее тут передается некоторое количество переменных для пайплайна, благодаря которым запустившийся в новом репозитории пайплайн сможет встать в наш фич окружения, чтобы кастомизировать новый пайплайн для нашего фич окружения. И здесь выбор веточки, на которой мы в связанном репозитории связанного микросервиса запустим пайплайн. Но часто бывает необходимо запускать пайплайны на какой-то определенной версии микросервиса. И каким образом мы можем это сделать? Ну, первый способ – это разместить имя ветки версии связанного микросервиса в каком-то файлике в нашем гит-репозитории и просто катить его при вызове курла. Но это, наверное, такой не очень гибкий способ с постоянным изменением файла. Следующий вариант – мы можем использовать какую-то переменную GitLab, которую мы можем выставлять непосредственно в GitLab, и которую мы можем задавать при ручном запуске пайплайна в репозитории. То есть в GitLab основным триггером для запуска пайплайна является push коммитов в гит-репозитории. Мы можем сделать запуск вручную, при этом мы можем переопределить некоторое количество нужных переменных вручную. Но это, наверное, точно так же не самый удобный способ. И он хорош, когда у нас деплой связанных микросервисов сделан так же, как деплой баз данных, допустим, отдельным manual степом. И следующий механизм для деплоя проектов – это GitLab Multi-Project Pipelines. Он появился достаточно недавно. Ну, точнее, появился он давно. Недавно он стал платным. В чем суть этого метода? Мы создаем отдельный стейдж деплоя, и в нем указываем секцию Trigger. В секции Trigger мы указываем имя связанного проекта, связанного гит-репозитория, и ветку, на которой это дело запускать, на которой запускает наш пайплайн, и после запуска этого стейджа мы можем смотреть за прохождением пайплайна в нашем связанном репозитории. Это, на самом деле, очень мощный метод запуска пайплайнов в связанных репозиториях. Я прошелся только по верхам там. Ну, вообще гигантская гибкость, вплоть до того, что ямлики, в котором описаны вот эти вот стейджи, да, их можно генерировать. Ямлики, в которых описаны триггеры, их можно генерировать там на ходу, в билд-степе, в билд-скрипте нашего пайплайна основного. Ну, в общем, желающие могут ознакомиться с ним поподробнее. Ссылку я оставил. Окей, задеплоили наше приложение, загрузили туда тестовые данные, задеплоили связанные микросервисы. Каким образом работать с этим окружением? Прежде всего, мы должны найти это окружение, то есть дать программисту ссылку на ингресс, ссылку на URL этого окружения. В описании environment мы указали URL, и вот после того, как мы его определим в секции environment в стейдже деплоя, мы получаем в интерфейсе GitLab вот эту вот кнопочку, при нажатии на которой нас редиректит на, собственно говоря, эту URL, которую мы показали. Это первая возможность. Вторая возможность. В хелме есть механизм nodes.txt. nodes.txt – это файлик, который лежит в вашем хелм-чартике, и который хелм печатает после завершения деплоя, причем в тексте этого файлика вы можете указывать переменные, которые передавали на вход GitLab, или который GitLab, фу, на вход хелма, или который хелм там может как-то создавал в процессе работы. В данном конкретном случае здесь указан URL нашего окружения, которое мы задеплоили, и namespace нашего окружения. Это выдастся в лог прохождения пайплайна, это можно будет посмотреть в GitLab. Зачем разработчику namespace? Дело в том, что для продуктивной работы разработчика с фич-окружением мы должны запустить разработчиков фич-окружения. То есть мы должны сделать работу с фич-окружением мало чем отличающейся, чем, скажем, работать с Docker Compose на локальной машине. И неплохо бы дать программисту средства для работы, например, веб-интерфейс, как в данном примере Kubernetes Dashboard, или поставить какое-то средство, вот как Lens, the Kubernetes IDE, для того, чтобы программист мог зайти в контейнер, выполнить какую-то команду, посмотреть логи, в общем, сделать это дело удобным. Тогда программисты становятся более лояльны к вообще самой идее использования фич-окружения в работе. Какое-то время назад я делал статью со сравнением GUI-интерфейсов для менеджера Kubernetes. На самом деле статья достаточно старая, но я оставлю на нее ссылку, возможно, кому-то она послужит отправной точкой для того, чтобы выбрать решение для себя. Окей. Поговорим про очистку окружений. Вполне понятно, что наши ресурсы ограничены, и бесконечное количество окружений иметь мы не можем чисто физически, и поэтому нам нужно это прочистить. Каким образом мы можем удалять старые фичи окружения? Здесь для задачи удаления фичи окружений у нас существуют вот такие вот настроечки в секции Environment. OnStop – это указание на отдельный стейдж, который чистит наши фичи окружения, которые его удаляют. AutoStop – это опция, которая позволяет запускать этот стейдж автоматически после какого-то временного периода, когда не было деплоев наших фичи окружения. Итак, мы указываем название стейджа очистки окружения, и мы должны его описать. Что должно быть в этом стейдже? Вот пример. И здесь мы видим, что это точно так же ручное действие, то есть это необязательный стейдж, который можно запустить в том числе вручную. Он не должен выполняться автоматически. Далее, что очистка делается при помощи хелма с командой хелм-делет? Хелм, на самом деле, он трекает все примитивы, которые деплоивают в Kubernetes, и в том числе он может их удалять. Он может удалять примитивы, которые он задеплоил в namespace, в какие-то связанные namespaces, в какие-то кластер-вайт-сущности, типа кластер-ролей, прочее-прочее. То есть с хелмом мы можем быть почти уверены, что все почистится нормально. Ну и вторым степом мы удаляем namespace нашего релиза. Вот. Частота, залог здоровья. И когда мы описываем вот этот вот стейджик и указываем его в секции environment deploy stage, мы в веб-интерфейсе GitLab получаем кнопочку, нажав на которую мы можем остановить наше окружение и, соответственно, перевести его в stop it. Вот. Это, наверное, все, что я хотел сказать про фича окружения. Да, за кадром осталось некоторое количество, за пределами моего рассказа осталось некоторое количество достаточно важных вопросов, например, шаблонизация GitLab CI. То есть в GitLab CI мы можем указать какой-то блок кода, который бы, ну, в данном случае это блок кода deploy, далее унаследоваться от него, и для каких-то стейджей при помощи переопределения отдельных элементов мы можем кастомизировать его, то есть переиспользовать код. Это как бы очень хорошее, очень мощное средство. И вот в данном примере, да, у нас в скрипт вынесен deploy фича окружения, а для продакшена переопределяется как бы namespace и имя environment. То есть вот таким вот образом мы можем кастомизировать скрипт deploy под наш продакшен, и именно поэтому имя namespace во всех примерах у меня вынесено в перемены именно стейджа. То есть у меня все диплои на все стейджи на GitLab CI описаны при помощи вот этих вот переиспользованных блоков кода, и я просто их адаптировал для текущего, как бы, для текущего доклада, да, переписал. Следующая, разработка в Kubernetes. Некоторые делают разработку в Kubernetes, разработку в фича окружения при помощи программного обеспечения, которое доставляет код в контейнеры с локальной машины разработчика, минуя стейдж сборки артефакта, сборки и диплоя. Но это может оказаться полезно, ну, например, для интерпретируемых языков программирования, но это тянет на отдельный доклад, да. И хочу сказать про ускорение сборки Docker Image. Есть много способов ускорения сборки Docker Range. Для чего это нужно? Программисты начинают лояльнее относиться к фиче окружениями, когда время от пуша ими кода в фича ветку до диплоя и артефакта до доставки этого кода в Kubernetes достаточно мало. И чем быстрее это дело происходит, тем с большим удовольствием программисты пользуются этой возможностью. Окей, на этом мой доклад завершается. Вот ссылочка на QR-код на презентацию. Готовы отвечать на вопросы? Да, спасибо, Олег. Было очень интересно. У нас действительно есть несколько вопросов в чате. Я думаю, мы ответим на два из них. А уже на оставшиеся мы тогда уже ответим после доклада в дискуссионной зоне. Когда приглашены, собственно, все наши зрители. Так, и первый вопрос, он касался тех шаблонов, которые ты показывал в самом начале своей презентации. Те джабы, которые использовались в качестве Helm-чартов, они были темплейтами? Или как-то инклюделились куда-то в другие, соответственно, Helm-чарты? На самом деле моя хорошая практика в создании одного большого чарта, пустого, в который подключен локальными Helm-чартами описание инфраструктурных элементов. То есть, грубо говоря, есть отдельный сабчартик на бэкэнд, отдельный сабчартик на джабы иммиграции, отдельный сабчартик на диплои инфраструктурных сервисов. То есть, в моем примере я сделал ссылку так, как будто это отдельный Helm-чартик, который лежит рядом с основным Helm-чартом. Но на самом деле у меня один большой Helm-чарт, который я при вызове в конкретном стейдже, при помощи переменных, передаваемых на вход Helm-а, подгоняю под нужные, под свои нужды. В том числе у меня есть отдельный вызов под накат миграций, который отключает все остальные сабчарты, кроме сабчарта наката миграций. Надеюсь... Спасибо. Понятно объясню. Я получил ответ на свой вопрос. Так, и дальше следующий вопрос касательно время жизни вот этих фич-окружений. То есть, ограничено ли как-то количество одновременно развернутых? И если да, то как? Какими инструментами это обеспечивается? И вообще, как вы их лимитируете? Да. Первый вопрос про лимитацию количества фич-окружений. Тут все зависит от того количества ресурсов, которым вы располагаете. Вот, если у вас количество ресурсов ограничено, фич-окружения можно сделать достаточно низкозатратными по использованию ресурсов вашей инфраструктуры. Да, если у вас количество фич-окружений ограничено маленькой инфраструктурой, да, небольшой инфраструктурой, вы можете в свой пайплайн, в свой стейдж деплоя фич-окружения, скажем, before скриптом, добавить какую-то проверочку, что-то вроде kubctl get namespaces, посчитать, сколько у вас namespaces начинается на фич-окружения. И если оно больше определенного количества, да, сказать разработчикам, извините, мы не можем это задеплоить, все как бы слишком заполнено, да, почистите сперва, потом задеплоитесь. Ну, либо мы можем посчитать, как бы, количество хелм-релизов, установленных в Kubernetes, названия которых соответствуют названию наших фич-окружений. Да, это ответ на первый вопрос. Второй вопрос. Можно? Это касается больше мониторинга в целом, того, то есть в контексте ограниченных ресурсов, то есть у нас есть какие-то ограниченные ресурсы в нашем деф-окружении, и нам нужно слить за тем моментом, когда количество деф-окружений начинает переходить в какое-то разумное количество. Ну, это, наверное, вопрос мониторинга. То есть вот сейчас вот я сходу назову одну метрику, которая может помешать нам диплоить большое количество фич-окружений, это количество подов. Да, то есть количество подов в Kubernetes на ноду, оно лимитировано, и когда количество подов, скажем, на нашем тест-кластере на каждой ноде, оно приближается к какому-то неразумному пределу, тогда мы можем понять, что нам все-таки нужно почистить фичи окружения. То есть обычно фичи окружения не нагружены, они вот там вот где-то болтаются, вот, особо каши не просят, но вот количество подов у нас может переполниться. Это, наверное, основной и главный стоп-фактор, чтобы иметь много окружений. Спасибо. Также, надеюсь, слушатель получил ответ на свой вопрос. Что ж, я думаю, мы можем постепенно завершаться. На все оставшиеся вопросы уже ответим в дискуссионной комнате. Единственное, тут прилетел буквально только что вопрос. Оставишь ли ты ссылку на личный гид или какие-то свои каналы, где можно также следить за какими-то материалами, тобой публикуемыми? Ну, на самом деле, у меня не много кода в личных гид-репозиториях. Да, я не использую код, чтобы шарить мой опыт на весь мир. Я это делаю в докладах. То есть, ну, грубо говоря, нечего шарить пока. Но я подумаю, наверное, над этим вопросом. Ребят, ищите доклады. Есть классный доклад на YouTube, про который Олег рассказывал с Highload про Helm. Есть текущий, я думаю, можно найти что-то еще. На этом будем завершаться. Всем спасибо, что пришли, послушали. Олег, спасибо, что рассказал. Было очень интересно. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, мой доклад будет полезен. Всем пока.